В Черкесске 14 октября начнется отопительный сезон. Об этом сообщили в мэрии региональной столицы. Все подготовительные работы в городе давно завершены. О некоторых нюансах в тепловых сетях рассказали корреспонденту Артуру Мкце. Считанные дни остались до начала отопительного сезона. Все 22 котельные региональной столицы и около 70 километров тепловых сетей готовы к наступлению холодов. В городской ресурсоснабжающей организации рассказали о том, какая работа была проделана, чтобы предстоящий осенний-зимний период прошел без нареканий со стороны потребителей. Подготовка к отопительному периоду регламентирована правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Мероприятия, которые там прописаны, касаются как теплоснабжающей организации, так и потребителей тепловой энергии. В рамках подготовки к отопительному сезону на нашем предприятии было проведено ряд мероприятий. Это техническое обслуживание котельного оборудования, основного и вспомогательного. Был проведен капитальный ремонт наружных тепловых сетей, промывка и гидравлические испытания. По нормативам отопление включается при среднесуточной температуре в течение пяти дней ниже 8 градусов. При этом надо понимать, что ответственность за нехватку тепла в доме чаще всего лежит на управляющей компании, а не на тепловиках. Договорами о теплоснабжении предусмотрена граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Зачастую введение тепловых сетей наружные тепловые сети до стены здания. Все, что внутри здания, помещения многоквартирного дома или другого объекта, это введение уже субъекта. Норматив подачи на входе это 60 градусов. Такая температура позволяет обеспечить нормативную горячую воду и нормативную температуру в отопительный период внутри помещений. Решение о старте отопительного периода принимают городские власти. Согласно информации из мэрии Черкеска, в этом году тепло начнет поступать в дома с 14 октября. В ресурсоснабжающей организации сообщили, что готовы к любым нештатным ситуациям. Аварийная служба тепловых сетей работает в круглосуточном режиме. Артур Мухцемиха Каракелян, Вести, Карачаев, Черкесия.